приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня хочу рассказать о своем приобретении заказал на фирме себе нуклеусный улей на полноразмерную додановскую рамку что собой представляет здесь есть пять отделений по 4 додановских рамки через глухую перегородку почему так ну можно было заказать допустим 4 отделения по 5 рамок литки соответственно два туда-два туда но по 5 рамок вроде многовато для нуклеуса по 4 рамки 5 отделений ну вроде бы тоже хочется найти золотую середину так получается больше маточек здесь можно держать ну можно было даже по три рамки заказать тогда можно было на 6 отделений сделать ну как бы остановился на таком варианте дальше ну толщина стенки везде по 35 миллиметров боковые и передние задние стенки по 35 миллиметров толщина днища там получается 20 миллиметров толщина перегородок значит я тут сделали мне на 8 миллиметров тоньше тоньше крутит поэтому вот такой оптимальный вариант на 8 миллиметров потолочены у такого плана будут потолочены то же самое нам переговорить и можно было потолочены так чтобы ставились туда вплотную но тогда хуже их приклеивают прополисовую челки хуже их оттуда вынимать поэтому вы предложили такой вариант я согласился чтобы вот таким образом можно было быстрее может ставить щели здесь нету ну что еще интересного такого значит вроде бы сделано качественно вот где большие сучки здесь повырезали и ставили вставочки вот качественно нормально ставочки сделаны качество тоже принципе неплохое доска достаточно сухая вот она уже у меня тут некоторое время не стоит сухом помещении нигде ничего вообще ли не появилось вот что еще крыша крыша стандартная тут толщина 15 миллиметров ну крышу конечно будет утеплять сверху буду утеплять вот таким фольгоризолом вот такой фольгоризол на крышу пойдет изнутри отсюда двадцатка пенопласт будет утепление понятно надо будет покрасить или точки приделать вот и чтобы крыша открывалась на завесах чтобы ее туда сюда не снимать вот такого плана вот такого плана сразу заказал 10 улив 10 улив но потом подумал и все таки решил посмотреть как это будет в работе а вдруг может быть все таки мне действительно по три рамки надо будет лучше пойдет такой вариант а может быть по 5 рамок нуклеуса но тот же в чем еще проблема в том что надо продумать весь годовой цикл как работать с этим нуклеусом то есть это же не только летом как потом оставить зимовать то же самое рассматривал такой вариант достаточно ли будет чтобы четыре рамочки здесь и они смогли перезимовать и нормально в этом улье то есть тогда бы можно было их не объединять хороший был бы вариант а может быть это надо на 5 рамок или допустим придется вот эти перегородки некоторые снять из семьи здесь ну семейки то что останется по объединять перезимует опять вставлять перегородки ну вот таких вот у меня такие у меня смутные сомнения поэтому решил все-таки остановиться на одном я и посмотреть как он будет в эксплуатации в работе течение года поэтому вот пишите комментарии у кого какой опыт с при работе с нуклеусами как все таки как все таки лучше на насколько рамок делать если уже делать на полноразмерную рамку ну там попутно как бы я делал свои ульи там будет ссылка в описании кто хочет сам изготовить улей можно изготовить конечно самому но мне в последнее время проще купить чем делать самому вот реквизиты фирмы будут в описании там я оставлю под видео если кому интересно значит можно будет заказывать такие или любой другой конструкции на этом все пишите комментарии пока